Чемпионат Европы Что касается года олимпиады, танцев на льду, есть ли возможность догнать американцев и канадцев? Это будет очень сложно догнать американцев и канадцев в танцах на льду, но, тем не менее, никогда не говори никогда, и они не роботы, они не инопланетяне, они такие же нормальные люди, как и мы, поэтому я считаю, что все, если очень чего-то захотеть, то все в этой жизни можно добиться при огромном желании, поэтому я желаю нашим ребятам, танцорам, чтобы они стремились, ставили перед собой задачи, и победа возможна. То есть, все в их руках, то есть, не стоит ждать ошибок от других? Ну, ждать ошибок от других, это, наверное, самое последнее дело, и настоящий чемпион никогда не ждет ошибок, должен быть наголову выше и сильнее всех своих соперников. Возвращение Плющенко, вы верите, что в очередной раз у него все получится? Я верю, что у него все получится, у Жени, я желаю ему успехов, сил, здоровья, в первую очередь, ему безумно будет сложно, но, опять-таки, все в его руках, и кто знает, как фортуна повернется к нему. Ну, варианты есть всевозможные, и так же, как и победа, поэтому... Вы сами как относитесь к таким возвращениям? Вроде человек уходит раз, возвращается, уходит два, возвращается. Как вы думаете, что его ведет к возвращению? Во-первых, если он чувствует в себе силы, почему нет, только браво и огромный поклон, потому что спорт профессиональный, это каторжный труд, отнимает, наверное, половину твоего здоровья, когда ты подходишь уже к определенному возрасту. И, на мой взгляд, если Женя, Женя сегодня лучший одиночный, ну, то есть он лучший фигурист России, почему нет, кому как не ему защищать честь нашей Родины Олимпийских игроков, у него есть такая возможность, и он к этому стремится, дай бог ему всего хорошего. А у вас подпудно не возникало мысли? Ну, хотя бы так вот, мельком так вот, раз? В том-то и дело, что браво Жене, если у него есть такое желание, потому что это огромный труд, у меня не возникало такого желания, потому что всему свое время. Сейчас вы продолжаете хотя бы иногда кататься? Мы катаемся, конечно, мы с Романом, мы выступаем, участвуем в туре по городам России, участвуем за границей периодически, за рубежом. Поэтому, конечно, мы катаемся. Если можно, один вопрос уже по костюму. Вы очень эффектная, красивая женщина, но здесь, скажем так, вот только полунивый, не подчеркивает красоту. Вам как? Это удобно? Ну, вы понимаете, что фальтлоносов будет огромное количество, много, и костюм в первую очередь должен быть удобным, наверное, теплым, да? Для того, чтобы можно было еще одеть что-то под низ, и эта форма предполагает, мне комфортно, удобно. Ну, немножко, да, он не подчеркивает формы, но это же не фигурное платье, которое, там, это не подиум, где ты должен участвовать на конкурсе красоты. Это спортивное мероприятие. КОНЕЦ КОНЕЦ